Музыка Ребят, добрый день. Убавлю немножко и сейчас продолжу оповещать вам прослушку и обозревать этот автомобиль. Это Шкода Октавия. Ребят, добрый день. Ребятушки, привет еще раз. Я нахожусь в белоснежной красивой Шкоде Октавии. Автомобиль не в самой жирной комплектации, в нем нет кнопок руля, в нем нет климат-контроля, но в ней установлено одно из топовых за вменяемый бюджет головных устройств Alpine UTA92BT. Эта магнитола управляет аудиосистемой. Ценник сейчас такой магнитолы 19 тысяч рублей. Да, это немало. Да, это недешево, но по нынешним деньгам уже можно сказать середнячок. Так, глушу тачку. Начинаю вам рассказывать. Значит, в дверях этой машины установлена акустика Focal Access 165AS. 165AS от Focal компонентная акустика в передних и задних дверях. То есть у нас получается твиттера и в задних дверях, и в передних. На доработанных штатных местах установлены медбасы. Твиттер установлен вот здесь в уголках зеркал. Самое интересное, что владелец пригнал эту машину неделю назад. Самое интересное то, что здесь стояла аудиосистема, но она как-то своеобразно работала. В итоге, взамен 580-го пионера здесь сейчас установлен Alpine. И в багажнике у нас расположились следующие компоненты. На спинке заднего сидения, а именно так мы согласовали с заказчиком установить усилители. Установлен Aura Venom D4.200. Отличнейший четырехканальный, хороший контроль, отличное звучание. Сумасшедшая схемотехника. Надежный, толковый и не менее эффективный процесс серии Mille. Это моноблок. Единственное, что этот моник работает в 4 Ома на 12-дюймовый сабвуфере Marell серии Prima. Prima 124. Вот таким оригинальным грилем он закрыт и установлен в закрытом ящике в нише крыла. Такой короб называется типа стелс. Проводкой только медь. Все подключения выполнены. Все надежно, все в тряпичке, чтобы максимально повторить штатный вид заводской проводки. У нас получается абсолютно свободный багажник. Ничего не видно в дверях. Новое головное устройство. Под капотом у нас установлен предохранитель, который защищает всю нашу аудиосистему. И провод непосредственно от плюсовой клеммы топает в багажник. Он у нас вот так вот через жабо проходит и уходит в салон. Ребят, тока этой системе. Много не надо. Вольтметр в этой системе не требуется. Поэтому его здесь и нет. Регулятор баса у нас расположился вот здесь. Вот там внизу, да, видите? И по вашим многочисленным просьбам я хочу ответить и показать вам тот, так скажем, рекомендационный лист по эксплуатации автомобильной акустической системы. Видите, седьмой пункт. Недопустимо использование треков с наложенным синусом на бюджетных системах. Это говорит о том, что не может дешевый сабвуфер за 5000 рублей воспроизводить громподобный бас. Затем запрещает самостоятельно менять настройки усилителей. Пусть не вы, пусть друг, который уверен, что он настроит лучше, обязательно закосячит вам и что-нибудь выйдет из строя. Ну и еще вот маленький нюанс, да, при переключении треков рекомендуется убавлять громкость до минимального уровня. Потому что при прослушивании музыки на большой громкости и переключении треков бывают какие-то вот такие вот синусоиды и бывают пагубные вот эти вот сигналы, которые могут повредить компоненты. Вот, ну и еще самый такой актуальный, наверное, в холодное время года, это как раз, где у нас, грубо говоря, нужно прогреть систему. Прогреть систему, когда мы в морозное утро сели в тачку и баса у нас нету совсем, не надо выкрукачивать ручку громкости до максимума и ждать, пока там прорвется низкочастотный там диапазон. Ребят, как подвеску автомобиля, сели вы в холодный автомобиль, она едет как сначала на рессорах, да, там как на пеньках, а потом становится мягкой. Вот, собственно, да, эту тачку собирал у нас Дима Украинец, Заянька, да, настраивал, а подбор, ответственно, у нас Костя. И вот еще Дима Кулдаев принимал участие в инсталляции аудиосистемы. Все, да, вот такая вот штуковина, так скажем, облегчает вам и нам жизнь. Ребят, бюджет этой аудиосистемы у нас составляет 97702 рубля. В стоимость этой системы входит вся проводка, головное устройство, два усилителя, сабвуфер, сеточка на него, саморезы, динамик, дистрибьюция и все. А, и акустика в передней и задней двери, включая колечки. Почти сотка. Я считаю, что получилось собрать сливки от каждого бренда и воткнуть их в автомобиль. Если вы другого мнения, напишите свои комментарии. Напишите обязательно, что вы бы в штатной магнитоле добавили процессор, это было бы лучше. Нифига, проверено это, я прямо вот отвечаю. Процессорная магнитола хорошего высокого уровня будет играть лучше, нежели связка сомнительной штатной магнитолы с сомнительным подключением по высоким входам любого процессора. В этой тачке у нас практически будет сделано так же. Единственное, что и сигнал у нас будет подаваться по оптике. Ребята, хочу поблагодарить вас, что вы с нами. Спасибо за просмотр. Двигайтесь с музыкой. Всем пока. Быть добру. Субтитры сделал DimaTorzok